очередной день и очередная поездка сейчас я проезжаю мимо автомобилей suzuki вы видите цены здесь великобритании этот автомобиль не популярный как ни удивительно то есть особо люди не покупают и насколько я знаю отзывы не очень хорошие сейчас у вас есть возможность посмотреть очередной маленький фильм с дорог лондона посмотреть на окружающую жизнь на окружающие домики появилось последнее время много домов за последних буквально несколько лет которые строят европейские фирмы китайские фирмы которые в принципе набраны из досок палок я их так называю слеплены из чего попало почему потому что экономя таким образом на строительных материалах люди зарабатывают больше профит больше больше заработок традиционные же английские каменные дома когда я сравнию каменные дома с деревянными дом домиками не с деревянными построенными из тимбры мочимбры со всякого рабиша мусора и обштукатуренные ну в общем то как сказка про трех поросенков кто какой дом себе построил здесь время от времени случаются шторм и тогда все здесь летает поэтому в англии традиционно большинство домов имеет хорошую очень дорогую цену когда они остроены из камня когда домам 100 200 лет в них вкладывает огромные средства для того чтобы восстановить такой дом и это вполне разумно и благоразумно вот здесь смотрите внимательно на крыше золотой петушок но не золотой конечно но такой флигель который показывает направление ветра на очень многих англиканских церквях именно на вершине находится не крест а петушок иногда кораблик таким образом показывали в древности направление ветра что важно в стране мореплавателей да и эта традиция сохраняется до сегодняшних дней потому что крест как понятно да это символ веры на верху церкви но в стране в которой мореплавание было важным это направление ветра крест не показывает а показывает именно такой вертящийся флигель он самолет летит на посадочку сегодня воскресенье только шоколоритно прошел черный человек одеты в белой одежде с красным поясом это не кимоно это какая-то верование вот очень много в лондоне ремонтов вы видите такие скафолды вокруг дома которые обеспечивают безопасность для работников и несмотря на все кризисы по всей видимости в стране принято решение что лучшие деньги во времена кризиса направлять на восстановление и на поддержание в должном виде жилищного сектора это вкладывает не только муниципальные службы но и частные лица с одной стороны это хорошо много дешевой рабочей силы вот что позволяет в общем-то выполнить наверное задачи каким-то образом стабилизировать ситуацию сейчас мы съехали с центральной дороги на боковые вот тоже частные домики тоже происходит ремонт дома довольно богатые здесь ну такие дома конечно не принадлежит а семье тут куча квартир которые принадлежат частным людям людям изумительная погода вот посмотрите стоит масерати много вот такими шинглосами камешками высыпанный двор вот такие масерати в последнее время появились очень много в продаже и их очень много в городе не стоит 60 и немножко выше тысяч паундов то есть это довольно недорого для этой страны вот и вот такие типичные дома в которых довольно уютно себя чувствуешь потому что в основном материал из которых они построили все натуральные вот опять мы видим ремонт на соседнем доме едем мы сейчас едем в сторону строительного магазина фирмы селка которая в основном занимается продажей мы едем на вма в отделение которое продает для фирм строительные материалы надо кое-что купить проезжаем огромный парк который принадлежит муниципальной службы дубы растут многолетние люди бегают бегают то есть народ активно занимается занимает свое свободное время вы можете посмотреть мы ем вот собачками гуляют вот люди бегут занимается с физкультурой и спорта детишки едут гулять у нас это тоже происходит я никогда в парках не видел пьяных пухариков которые валяются хрюкают есть встречается это в основном наши бывшие наши или поляки или еще кто-то но это не правило как правило это исключение чудесная погода и невольно напрашивается после моего фильма который я сегодня сделал украина страна обезьян напрашивается такие пробивают воспоминаниями слова какое небо голубое мы не сторонники разбоя на дурака не нужен нож ему стрекороба наврешь что делает украинское правительство и сделай с ним что хошь так может быть созрела идея сделать фильм украина страна дураков после обезьян извините меня за такие отступления мы дальше едем по дорогам лондона это делается для того чтобы вели как живут люди вот и что-то полезное вы могли копировать для себя делать какие-то умозаключения задавать вопросы вот знаменитые английские стены это железнодорожная станция и я такие встречал в аргентине там желез железка построена в общем-то англичанами 200 лет назад и до сегодняшнего дня работает а сейчас очередной дом очередной ремонт узенькие улицы вот разминулись поцеловавшись боковыми зеркалами водитель запикал ну такое дело нужно ездить осторожно машина у нас сегодня больше чем маленькая более и более популярно становятся маленькие машинки вау смотрите вот цветут цветы да вот такие цветы недавно купил мы сейчас выезжаем в сторону балама такой район классно я когда-то тут работал у аргентинского бизнесмена церковь на церкви английский флаг такой специфический район много домов построенных после войны сегодня сын джо 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 петро лим заправка на ней бензин обычно дороже он без свинцовый бензин 117 118 то есть фунт двадцать цена как упала год назад так и держится низкой светофор город пустой масса людей уехала в отпуска поэтому ездить по городу приятно обычный стандартный день когда все в стране а тут конечно дурдом когда-то так было и в киеве по праздничным дням суббота воскресенья город был пустой селяне разъезжались по селам жизнь бурлила так сейчас и в англии я надеюсь что с этой страной не произойдет того что произошло с украиной хотя кто его знает сейчас весь мир переформатирует главное чтобы власть не захватили дикие безмозглые обезьяны вот сейчас развивается британский флаг над зданием вот балом карл лондон вот сейчас очередная прямо в центральных частях такие площадки продажи автомобилей город конечно носит такой страшно важный внешний вид когда светит солнышко он выглядит по-другому значительно красивее везде везде на первых первый этаж таких основных улиц везде находятся магазины магазинчики супермаркеты то есть на улицы оживленные выносятся вся торговля сейчас мы проезжаем интересную зону где находятся супермаркеты карис это pc world магазин компьютерной техники вот вы видите карис это где вся компьютерная техника крутая продается викс там где для строителей для домашнего ремонта все продается точно так же здесь находится знаменитый магазин марки ваукс холл классные автомобили это чисто английское это лицензия опеля и продолжаем дальше ехать вот по таким домикам где то мы тут уже ехали что примечательно сегодня мне вот напомнили день с сант джордж дэй то есть день георгия победоносца это вообще очень интересно почему потому что ну вот как то приходят такие фильмы на ум и их снимаешь оказывается в этот день как бы празднует вся англия день святого георгия победоносца поэтому на англиканских церквях везде выставлены флаги англии а флаг англии это красный крест на белом фоне вот такая реклама кстати рекламы не очень много на углах она не давит на психику она где то как то относительно упорядочена и я не верю что здесь можно натыкать рекламы безумно без мозга где попало которое отвлекает внимание тут когда теплые дни то конечно другие вещи отвлекают внимание и в общем то нужно всегда на дороге быть внимательным очередная вот сейчас мы подъезжаем к магазинчику очередной частный дом и опять ремонт видите там скафон стоит вот вот такая часть домов здесь новый микрорайон довольно интересный и потом когда то поговорим вот видите на одном из доме вышки радиоусилительные вышки которые усиливают сигналы для телефонных компаний да здесь хомбейс недалеко вот сейчас мы едем в супермаркет селка здесь тоже такая промышленная зона вот и промышленные зоны как правило здесь отделены от жилых зон вот Travis Perkins тоже строительный магазин BT British Television кстати одна из стран в которой платят за право просмотра телевизионных каналах раз в году покупают телевизионную лицензию она что то стоит на год 130 паундов и сейчас мы подъезжаем к крутому магазину Tesco в котором цены в общем то довольно дешевые вот этот Builders Warenhaus селка так как сейчас я помогаю строить патио с камней вот мы приехали сюда купить цемент который между камнями идет специальный и вот сейчас буквально я говорил уже несколько лет назад как в Великобритании очень модно стало делать каменные патио это классно в магазине селка мы сейчас смотрим специальный материал для того чтобы перед тем как заполнять стыки между камнями нужно использовать специальный материал то есть покрыть камень сверху специальным составом который не прилипает потом цементные растворы вот такая баночка 5 литровая стоит 52,99 53 фунта это огромная у нас патио около 50 метров и только такая банка идет на 7-10 метров то есть таких нужно порядка 5-6 банок это очень дорого ну и другой композит на базе эпокси которым заполняются швы в течение 3-х часов мы будем делать мы купили уже пару таких вот такие камни из такого камня мы делаем патио как бы говорится что это натуральный камень но я боюсь что это сделанный камень или Китай или Индия ну в любом случае клиенту нравится мы купили на карьере сейчас здесь мы нашли это в магазине значит поставка массовая в страну если вот так распродажа идет дерево по одному паунду за кусок кому нужны какие-то куски оно как правило дерева немножко поврежденное но дешево сейчас мы проезжаем по окраинам района Уимблдона там где проходят чемпионаты здесь один из самых лондонских один из самых богатых районов Лондона если люди цепляют здесь работу значит они более счастливы чем в других районах смотрите какие домины и здесь домины как правило принадлежат одной семье это знаменитый Уимблдон немного язык тяжело поворачивается вот такие домища здесь как всегда узенькие улицы с трудом расходятся машинки вот так пропускаем один другого и куда-то бредем заехали мы имели такой приоритет движения но нас машины не пропустили и поэтому забили сюда в угол какого я не знаю но вот сейчас с жопой наперед крутимся для того чтобы вылезти из этой ситуации другие машины полезли мы выехали из поселка Уимблдон Уимблдон и едем дальше в сторону нашего направления классные красивые домики очень много зелени в основном дома кирпичные старые дома те которые ценятся опять ремонт опять что-то делают тут никак не могут достроить дома они уже несколько лет здесь строятся строительные леса Уимблдон Хилл Парк вот там было написано чтобы вы себе представляли как живут люди в округе Уимблдона знаменитейшего места там где проходят турниры теннисные вот так живут люди люди не дикие сумасшедшие обезьяны вот так живут люди много деревьев если рубают то то что уже не стоит видите ограничение скорости где нигде попадаются камеры конечно жить вдоль дороги не очень весело потому что шумно Уимблдон регби футбол регби футбол клуб сейчас мы подбираемся в сторону знаменитой магистрали А3 здесь такая небольшая оживленность идет Кингстон и Райнерс Парк люди куда то шагают а мы едем